Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва, и в гостях у нас долгожданный Виктор Шендерович. Добрый вечер. Здравствуйте. Радиослушатели поздравляли вас с прошедшим днём рождения. Спрашивали, как вы провели отпуск, и всё такое. Но мы это всё оставим. И хотелось бы начать вот с чего. Очень грустно, когда уходят большие артисты, хотя понятно, что прожито большая и очень интересная, и очень важная такая для всех нас жизнь. Я думаю, что количество людей, которые расскажут байку про Льва Константиновича Дурова, довольно велико, потому что он был замечательный артист, он был очень весёлый человек. Вот у Ежелеца, кажется, сказано, не всякому жизнь к лицу. Вот ему была жизнь к лицу. Он молодой человек, у него душа совершенно, вот как-то так короста и совершенно не поросло. Он был очень весёлый человек, ему нравилось разыгрывать, ему нравилось жить. А байк много, а есть замечательная байка, которая его характеризует не только как весёлого человека, но как человека вполне отчаянного. Он должен был, если вы помните, значит, ехать в Германию, чтобы вот там убил артист Тихонов на берегу пруда. Вот. И должен был пройти выездную комиссию, как полагалось. И несколько волновался перед этим, потому что политинформация не была его сильным местом в его картине мира. Но его успокоили, что всё будет, никто валить вас не будет. Он пришёл на выездную комиссию в каком партии, райком, куда там. И его спросили самые милосердные вопросы, как выглядит флаг СССР. Ну, просто, чтобы человек сказал, и уже отпустить его с Богом сниматься в кино. Он страшно обрадовался и сказал, что флаг СССР – это чёрное полотнище, на котором изображён череп и скрещённые кости. Называется «Весёлый ротш». И убивал его потом артист Тихонов на берегу подбосковного пруда, потому что его не пустили. А он пошутил, он как бы рассчитывал, да, ну, Господи, Боже мой. Он с ними пошутил, как с людьми, как он бы пошутил с тобой, со мной, с любым человеком. Нормально, весело. Не будем всё-таки просто о том, что весёлый человек. Он замечательный был артист, сыгравший много хороших ролей, а несколько просто исключительно хороших. И я вспоминаю даже вот не провокатора Клауса, которого знает наизусть вся страна, я вспоминаю Рафинада из «Всей королевской рати» казаковского фильма «Старого». Я вспоминаю несколько ранних ролей. Замечательный артист, светлая память, замечательная память об этом человеке. И это Виктор Шендерович. Спасибо за эти слова. Есть ещё одна тема, которая такая скорее литературная, чем, собственно, информационная. А вот что Виктору Шендеровичу приятнее всего вспомнить про август 91-го? Только есть личная байка, такая вполне печальная, норвучительная, весёлая, впрочем. Тогда она звучала как весёлая. Весёлая и осталась. Давайте я расскажу о своём 19-м августе, потому что, что же говорить о том, что все знают и видели. А вот у меня было персональное 19 августа, но меня застало в посёлке Пабажи под Ригой на отдыхе. И это было раннее утро воскресенья, освободился номер с видами на дюны, на сосны. Я перетаскивал из маленького номера в хороший номер, значит, вещи. Потом спустился доплатить за улучшение жилищных условий. И старая пожилая, стиляншка латышка заполняла мне квитанцию. Дошла до даты, сказала, 19 августа, какой плохой день. Я спросил, почему? Горы, солнце, воздух, дюны. Чё плохого? Она подняла на меня глаза печально, спросила, вы радио не слушаете? Я сказал, нет. И она сказала, у нас переворот. Ну, я подумал, Рубинс, Горбунов, кто-то у них был, кто-то кого-то там сместил. Влад, в латвийской церкви. У вас? Спросил я. И эта латышка ответила, у вас. И так состоялось отделение Латвии от Советского Союза. Вот в этом диалоге. У нас, сказала она, у вас, у вас. И вот мы, в этот момент отделение состоялось. А если говорить о итогах, тоска, тоска не была бы такой сильной, если бы не погибли эти трое ребят. Если бы я не понимал сейчас, не думал бы о том, что они погибли зря. Что мы профукали эту свободу, мы ее отдали своими руками, свободу, за которую они отдали свои жизни, молодые. Эти трое ребят. Имена которых не знают сегодня люди на улицах. Кто-то недавно написал, что если бы эти перепуганные алкоголики не приняли бы нас, условных нас, там, меня не было физически, да. Но вот тех людей, которые вышли, да, этих, несколько тысяч человек, если бы они их не приняли за российский народ, с перепугу, если бы они и струсили, то, конечно, они могли бы разметать-то все артиллерией, устроить тень-аньмень. И, значит, еще какое-то время это все бы гнило. Это все равно бы рухнуло, разумеется. Империя бы все равно продолжала рушиться, как она до сих пор продолжает рушиться. Мы с вами просто в таком, значит, затяжном, пролонгированном акте находимся, да. Она продолжает рушиться, гнить и рушиться, эта империя. И вот сейчас мы с вами не наблюдаем, а присутствуем при этом очередном витке этого обрушения. Вот он сейчас, вот в эти месяцы, в этот год он происходит. Вдруг вот внезапно появилась государственная концепция по увековечению жертв репрессий, такая вроде бы здравая, и такая, ну не скажу, что своевременная, она своевременной была бы, может быть, и 15 лет назад. Но с чего бы вдруг? Вот есть объяснение у Виктора Шендеровича? Нет, никаких. Вот почему вдруг Медведев это вот представил? Кроме дежурной, ну... То есть, если бы Медведев, будучи президентом, ее представил, это было бы абсолютно в логике событий. Тут можно какие-то конспирологические версии, номенклатурные двигать, не хочется. Да, ну, слава Богу, что-то происходит в правильном направлении. Это все, но только в истории срабатывает суммарный вектор. Вот суммарный вектор называется сегодня Путин, поздний Путин. Да, война, изоляция России, обрушение, очевидное обрушение просто статуса России и так далее. И вот здесь, возвращаясь к теме того, что будет, совершенно понятно, что элита с удовольствием бы проснулась завтра без Путина. Со всем, что они напилили за прошедшие годы, да. Но без Путина. Но без Путина. Без санкций, без Путина, договорившись с Западом, да. Никому нафиг не сдался. А вот если представим себе, а вот Крым? Нет, вот договориться. Из Донбасса уходим. Это, кстати, Пьянковский об этом писал недавно. Из Донбасса уходим, Крым оставляем потом, откладываем в дальний ящик. Сам, скажем, снимаем помаленечку. Обострение снимаем. Понимая, что на Западе тоже никому не охота идти в лоб на таран, да. И деньги, и военные угрозы, и так далее. Да, и ИГИЛа хватает с Северной Кореи для головной боли. ИГИЛа, как бы играя на этих чувствах, спустить на тормозах. Но при Путине и при этой политике, при Донбассе, и при этом всем, спустить на тормозах не удастся. Потому что Путин не просто не тормозит, он добавляет, так сказать, газ в этот тупик, в эту стену. Ему терять нечего, понятно. Ему теперь только, значит, жать на гашетку. Поэтому с ним все понятно. А вот с элитой вокруг, да, каким образом, что там будет происходить и как? Амбиции могут быть у политика. У Черчилля могут быть амбиции, у Деголи могут быть амбиции. Но прежде чем он стал Деголем... Нет, а если... А, он не воровал перед тем, как он стал Деголем. Он не воровал. Он воевал. Он воевал. Это немножечко разные глаголы. Воевать, освобождать свою родину и воровать, пилить свою родину. Это разные дела. Если бы он пилил, он бы занят был только одним. Чтобы его не посадили. Чем они все и заняты. Их задача сейчас... Нет там никакой идеологии. Об этом замечательно говорила, значит, вот, Екатерина Шульмана, по-моему, да? Нет у них никакой идеологии. Им надо что-то делать. Они все в списке Форбс, да? Или на подходе. То есть деньги побеждают в сцеплении к власти? Да нет. Какое... Зачем им власть? Нет. Вот тут я тебе расскажу. То есть то, что ты сама прекрасно понимаешь. Зачем Аврааму Линкольну власть, можно сказать? Зачем Черчилль? Зачем Деголю? Это были политики, у которых были амбиции. У них было какое-то представление о том, как должна развиваться их страна. Как должна выглядеть их родина. Это называется политик-профессия. И там есть амбиции. У политика. А если ты вор, то у тебя может быть только одна задача. Как бы сделать так, чтобы не быть наказанным, а желательно еще остаться с тем, что наворовал. Вот и все. Если это называть амбициями, да. Амбиции, чтобы своровать больше, чем тот, кто по соседству, есть. Но до тех пор, пока они начнут отлавливать. Тут меняются приоритеты. Их задача сейчас выскочить. И счастлив тот, кто успел это сделать. Я недавно встретился с одним таким человеком, случайно. И успел свинтить. Не называю ни его высокой должности, ничего, никаких примет. Он счастлив. Он успел свинтить. И рассказывает, как ему завидуют все те, которые остались там. Как все сейчас хотят свинтить, но уже не отпускают никого. Уже все, шалишь. Они прикованы к этим галерам. А как вы думаете, бывший уже глава РЖД Якунин тоже ему завидует? А он в процессе свинчивания, вы не заметили? Ну как же. А Совет Федерации? Ну он свинчил. Это и называется свинтить. Это неприкосновенность. Совет Федерации это неприкосновенность. Не так ли? Ну правда, Пиначет тоже был сенатором. Это до поры до времени. Но тем не менее. Но тем не менее. Масштабы неприкосновенности они же очень... Видимо, я вспомнил тут фразу с Лутикова Щедрина о том, что железные дороги служат для передвижения, а у нас сверх того еще для воровства. Видимо, там все допилено. Или может быть его каким-то образом кто-то решил успеть попилить еще, пока все не рухнуло. Это подробности. Говорю, обратите внимание, с предыдущих очень многие... Мы многих фамилий сейчас уже не вспомним. Кто был там в пятом году, в четвертом, да? Чего-то успели хапнуть и переваривают. А вы говорите, амбиции. А в результате чего у них должна гореть земля под ногами? Ну, это я фантазирую. Бывает так, что там всякие громкие слова типа возмездия, которые я не люблю, потому что возмездия не хотелось бы. Хотелось бы справедливости. Но справедливости по закону у нас вряд ли получится. Я с трудом себе представляю судебное правовое разрешение этого конфликта. Они сами сделали так, что никакого суда нет. Они сами сделали так, что разрешение этого конфликта будет, видимо, малоправовым. Кто-то вспоминал недавно замечательно, с чего началось у Челушескова. Не знаете, с чего начались его неприятности? Его последняя неделя жизни. С чего началась? Он собрал митинг в свою поддержку. В Бухаресте. Они приехали, раньше их свозили так и все. И все, они получали свою пайку и назад. А тут что-то остались и пошли на альтернативную площадь. Значит, этим отличаются режимы демократические от авторитарных. В демократических есть политика и есть социология реальная. А в авторитарных, у нас есть две минуты, я расскажу, почему белый медведь самый опасный хищник. Знаете, да? У него нету никаких примет агрессии. Он не краснеет. Нет, он не метет хвостом, кисточкой хвоста, как кошки. У него не встает дыбом шерсть, как у буровая собрата. Он сидит на тумбочке, поднимает лапку и стрыбку. В следующую секунду он перегрызает тебе горло. Моменты, когда это происходит, ты не успеваешь понять. У тебя нету трех секунд у дрессировщика, чтобы принять меры, скрыться. Так вот, мы имеем дело с нашим любимым белым медведем. Да, с белым медведем. О, кстати, да, схема. Украл, попался, вернул, извинился, свободен. Как вам такая схема, пишет Игорь. Ну да, мы, между прочим... Симпатичная схема, да. Да, удобно. Но все равно вот в этой схеме, которая вокруг Евгения Васильева развивается, тоже много непонятного. Какая-то непоследовательность в этом есть. Ой, мне кажется, что не надо так приближать микроскоп к этой истории. Эта история через запятую с историей условно Сенцова, Савченко. Это все, что вы хотели знать про российский закон. Так. Ну, значит, вот, да, вот история Васильевой, кейс с Васильевой, вот кейс там Сенцова, да. Вот классово-близкие, вот классово-неблизкие, вот степень вины, вот наказание. Я не могу объяснить, как можно сажать классово-близких и тем более объявлять ему реальный срок. Нет, нет. Как в случае с Васильевой. Нет, мы уже проходили эту булочку. Это полгода назад все это выясняли. Там совсем не, уже после всего этого, совсем не... Не о чем было говорить, на самом деле. Значит, надо было каким-то образом обозначить, значит, суровость закона. Обозначить суровость закона. Мы видим меру этой суровости. По сравнению с болотниками, который вышел специально, вот сейчас мы послушали в носях, зонтом избивать ОМОНовцев, да, под арестом домашних, ну и так далее. Значит, мы... Это все, что вы хотели знать про закон. Государство либо нет, либо оно преступно. Вот, я уже писал об этом. Поставьте галочку в одной из двух клеточек. Вот в истории Сантео и Манежа. Всего две версии. Никакой третий. Двоичная система. Сантео на свободе после того, как он в Манеже громил скульптуры, там, великого скульптура. Мне, кстати, интересно, а кто обратился в силовые... Ну, в Манеже должен был обратиться в силовые структуры? Да. Значит, это, опять, не приближаясь слишком сильный микроскоп. Сантео, государство это должно было сделать, даже если никто не обращался. Ну, просто пришел человек в Манеже и начал крушить его, да? Значит, если этот человек на свободе и не привлечен... Я не говорю сейчас двушечка, пятерочка, это совершенно не важно. В принципе, если он не привлечен к ответственности, немедленно, да? Это означает одно из двух. Либо мы живем в преступном государстве, которое разделяет эту преступную идеологию, либо мы живем в такой холодноватой Саудовской Аравии, объединенных Арабских Эмиратах, да, у Саудовской Аравии, скорее, значит, где за вероотступничество полагается наказание, и где можно громить такой ИГИЛ. Либо, и это моя версия, мы живем просто в стране, где уже нету государства сгнило, им просто нет никакого дела до... ни до чего, что не касается пиления или ухода от ответственности. Почему не ушел от ответственности человек, распыливший газ на концерте Макаревича? Да, они давят все сейчас. Все. Я об этом Белковский говорил справедливо. Любое прямое действие, да? Любое... НТО, куда прими это? Нет, нет, нет. НТО, это, извините, мы живем уже в почти клирикальном государстве. Мне кажется, Виктор Анатольевич, дорогой, вы пытаетесь выстроить систему там, где ее нет. Может быть, это действительно просто бессистемные какие-то тычки в пространстве? Вот я и говорю, либо... Ты назвала, ты заполнила одну из клеточек, которые предлагал. Либо преступное государство с преступной идеологией, уже клирикальной, либо это уже не светское государство, где такое можно, либо, это, повторяю, моя версия, просто государство сгнило. Не работает закон, они ждут сигнала. Вот им Путин позвонит, скажет, НТО посадить на 20 лет. Они посадят его на 20 лет. Путин позвонит, скажет, наградите НТО Орденом Дружбы Дорогов. Наградите Орденом Дружбы Дорогов. Они ждут команды. Сам по себе закон не работает, система не работает. То есть на три года строгача была команда? Вот в случае с концертом Макаревича? Вот кто-то там, я не знаю, любит Макаревича, слушает на кухне. Или решил продемонстрировать, где-нибудь на Старой площади решили продемонстрировать равноудаленность и так далее. Не знаю. Но в любом случае оно само, ты же видишь, оно само не работает. Оно должно работать само. Это не про Путина, не про парламент, не про Совет Федерации. Эта история простая, милицейская. Человек это сделал, смотрим в закон. Подпадает под статью, дальше вперед. Не работает закон. И не работает никак. Все эти разные случаи, совершенно разные, от Сенцова и Савченко до Васильева и НТР, их всех объединяет то, что государство гниет. Оно само по себе не работает. Оно работает только по политической отмашке. Одного не сильно здорового человека, которому уже ничего не хватает, нечего делать, кроме как летать со стерхами, погружаться на батискафы. Вот насчет батискафы, тут народ интересовался вчера, вопрос понравился, что ищет на дне все время. На дно он как-то чаще его тянет. Ему нечего больше делать. Экономику он угробил. Статус России он угробил. Личную биографию ограничил он Лукашенко. Он наружу не выйдет без власти. Все, точка. Ему только остается летать со стерками, погружаться и на радость Орловским пролом, так сказать, мелькать в телевизоре. Эта телекартинка какое-то время поддержит его на поверхности. Мне пытается представить зрителя, которому это симпатично. Которому все еще нравится наблюдать батискафы. Им нравится. Им нравится. Очень многим нравится. Нехитрый такой народ, которому это нравится. Но ему это нравится, пока у него что-то есть в холодильнике. Так мы же его сейчас закатаем. До определенного, вот смотри. Народ счастлив счастьем крепостных помещика Кирилла Петровича, он кажется, Троекурова. Да, Кирилл Петрович. Кирилл Петрович он был, да. Вот они кайфовали от того, что их помещик может принести ужасное несчастье всем вокруг. Придавало самоощущение правильного. Они гордились тем, что их барин может вломить всем вокруг. Это крепостная радость. Потому что он им вламывал тоже. Им вламывал тоже. Но он вламывал и по соседству. И они страшно гордились тем, что он крутой. Но это все хорошо до поры до времени. Пока еда есть. Пока Гиридополу не доходит. Я уже говорю. Какое-то время и Чушеску нравился. И все они нравились. И рейтинг был всегда 90%. Не ниже у них у всех. За день до расстрела. Не, за день уже меньше. А за неделю 90%. И это все именно так происходит. Крепостные Кирилла Петровича Троекурова, их потомки, через какое-то время, те из них, кто дожили до 2018 года. Ну, предпечи роялем. Да, дальше начинается. Куда девается это все? Куда девается народ богоносец? Куда девается народ, влюбленный в свое государе? Куда это за год девается? Каким образом? Тут не надо быть большим социологом, чтобы понимать, что однажды это все. То есть, либо оно развивается, и для этого есть такая штучка, как разделение власти, и такие скучные вещи. Да, выборы, свободная пресса, независимый суд, честные выборы, бещуровые и так далее. Оно развивается куда-то. Это все плохо тоже, с претензиями, но оно куда-то движется. Либо оно стоит, 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 а потом падает. Но падает уж так, как упало тогда у нас. Значит, ничего третьего нет. Либо эволюция, либо революция. Каким-то образом перемены должны произойти. Они не могут не произойти. А хочется этих перемен, или их страшно? Вот лично Виктору Шундеровичу. Для того, чтобы не было Гуляйполя, Пугачевщины, революции, для того, чтобы не было МТО с одной стороны, или Удальцова с другой, Шундеровичу желательно свободный выбор, независимая пресса и суд свободный. Да он зануда, Ваш Шундерович. Очень, он большой зануда. Потому что он не полагает, что он что-то придумывает новое. Потому что таблица умножения придумана. И человек, который придумывает другую таблицу умножения, он шарлатан или идиот. Ничего третьего. Значит, эта машинка придумана и давно хорошо работает. Это проверено. Если мы не желаем пользоваться этой машинкой, если мы настаиваем на том, что, как в том еврейском анекдоте, да, там, кругом суббота, а здесь четверг, и что на Россию не распространяются законы исторического развития, и что все будут развиваться так, как они развиваются, а мы почему-то каким-то своим особым путем, но этот особый путь, это Венесуэла, это Румыния, это Узбекистан, это все то же самое. Вот тот же самый особый путь. А просто один в один, те же очереди. А почему нельзя довести уже все полностью до полной капсулированности, да, вообще закрыть какую-то ни было прессу, извините, в том числе и, где мы с вами процветаем? Это к этому потихонечку может прийти, но в чем парадокс ситуации? Они-то сами, в чем их отличие? Их отличие от там Суслова и Андропова. Суслов и Андропов могли иметь мысль закапсулироваться. Да, у них офшоров не было, у них дети там не учились, у них там недвижимости не было. Эти все нарыли себе запасных аэродромов, да. Никто же в Крыму ничего не купил из них, сколько я помню, вот я не знаю. Что построят. Форкс что-нибудь купил в Крыму? Про Майами мы знаем, про Лазурку знаем, а про Крым что-то нет. Я все время цитирую, нехорошо подозревать, когда вполне уверен. Никакой идеологии у них нет, они пытаются выскочить сейчас. Это их задача. Наша задача, хорошо не будет, желательно, чтобы не было катастрофически плохо. Будет плохо и в ближайшие годы будет обнищание, и гиря начнет скрести уже по полу. Значит, дальше вопрос. К этому времени останутся хоть какие-то механизмы обратной связи, хоть какие-то общественные, люди какие-то, всех они выдавят в уголовку, в маргинал. Так эти людей порвут просто. Вот, секундочку, значит, если довести до взрыва, то там уже не понадобится Гуриев. Абсолютно очевидно. Тогда есть такая мысль, может быть, не дожидаться взрыва, а позвать какое-то количество людей, которые что-то знают, могут предложить что-то помимо Пугачевщины, помимо бунта Крауа бессмысленного, помимо Энтео с одной стороны, с Гундяевым, или Удальцова с другой стороны. Может быть, найти какую-то цивилизованную серединку? Не хотим, не можем. Те, кто это понимают, понимают не хуже нас, а лучше нас с тобой это понимают, потому что они больше в бизнесе и больше в политике. Но дальше дохлая лошадь. Все утыкается в дохлую лошадь. И выясняется, что ты должен играть по их правилам. А их правила, вот они такие. Чудовищные картины рисует Виктор Шендерович. Сейчас его попробует уесть слушатель Сандро 100.ру. Виктор Анатольевич, что с Петрушкой? Деньги собрали, а ВОЗ и ныне там. ВОЗ не там. Краудфандинговый проект. Да, да, да. Я рад сообщить, это не подсадка, я не просил Олю задавать этот вопрос. Рад сообщить, новости есть. Закончен съемочный период у Петрушки. Значит, через несколько месяцев фильм будет готов. Съемочный период закончен, это главное. Мы, признаться, не рекламировали съемочный период, потому что это происходило в России. А теперь, когда фильм снят и оцифрован, материал есть уже, то теперь мы можем честно вам признаться, что этот этап у нас позади и скоро Петрушка будет. Вообще, грех жаловаться Виктору Шендеровичу, который мало того, что на эхе Москвы выступает, так еще и рассказывает о том, как нас убранные неравнодушными гражданами деньги. Снимается фильм, и более того, он выйдет. В общем-то жизнь налаживается. Жизнь налаживается. Да, если бы деньги на этот фильм давал Мединский, я бы испытывал чувство, так сказать, неловкости. А так, поскольку люди сами собрали... Еще и чувство ловкости испытывает Виктор Шендерович. Огромное ловкости. Спасибо большое, всего доброго. Мне очень понравилось, что слушатель прислал. Он на дне ничего не ищет, он там что-то прячет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.